Продолжение следует... 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 То есть о чем мы говорим? О том, что в команде, в любой команде, которая стремится к высоким результатам, к сверхрезультатам, важно, чтобы были развиты желательно все эти факторы, все эти 9 факторов, которые заключены в 3 драйвера. И эти драйверы таким образом будут вести команду к сверхрезультатам. На сессии High Performance Team мы выстраиваем горизонтальное взаимодействие в команде. Участники команды в рамках этой сессии договариваются по важным аспектам, по тем факторам, которые сейчас максимально актуальны. И вообще эта модель, она не только для сессий. Эта модель – инструмент руководителя. Руководители, которые погружаются глубоко в эту модель, они сами могут отслеживать то, что происходит в их команде и держать постоянно руку на поясе. В идеальной картине мира для нас ситуация, где руководители сами пользуются этой моделью, сами понимают проблематику и работают с ней, сами являются внутренними фасилитаторами для решения тех или иных вопросов. Я выбрал из этих фокусов те, которые, на мой взгляд, важны для лидера во время удаленки. То есть на них стоит сделать максимальный акцент. И это четыре фокуса. Взаимная ответственность, доверие, ритм встреч. Встреча – это основной инструмент руководителя на удаленке. С помощью встреч, на встречах он как раз-таки может работать и с ответственностью, и с доверием, принимать какие-то решения. И разрешение конфликта. И начнем с взаимной ответственности, с вопроса взаимной ответственности, как ее можно повышать в команде. Эрик Берн – это американский психолог и психиатр, разработчик транзактного анализа и сценарного анализа. Он предложил очень простую для понимания модель, которая помогает разобраться в том, как мы между собой общаемся. Какие у нас есть сценарии взаимодействия. И как можно выстраивать свое взаимодействие, опираясь на это, можно понять, как выстраивать свое взаимодействие, чтобы достигать лучшего результата, в том числе и в бизнесе, в том числе и в взаимодействии руководителя с сотрудником. Он говорит о том, что в каждом из нас есть три эго-состояния. Родитель, взрослый ребенок. То есть мы в разное время пребываем в разных из этих состояний, в разных из этих эго-состояний. И по-разному говорим, ведем себя внутри этих состояний. Чем они отличаются? Бывает, нами овладевает внутренний родитель. И когда мы находимся в эго-состоянии родителя, знаете, мы любим кому-то что-то посоветовать. Мы любим даже не то, чтобы посоветовать, а приказать. Сказать, кому что стоит делать, кому не стоит что делать. Кто что должен, а кто не должен. Как правильно. Мы и думать так можем, и коммуницировать с людьми таким образом. Так это и происходит. Мы коммуницируем таким образом с людьми. Взрослый. Взрослый опирается на факты, на логические суждения. Если он кого-то о чем-то просит, он приводит какую-то рациональную аргументацию. Он не склонен оценочно относиться к людям. Он склонен оценивать только поступки. И таким образом он и взаимодействует. Когда он что-то говорит, он всегда это рационализирует. Либо, если он отвечает на что-то, ему что-то непонятно, он задает вопросы. Ребенок, он про хочу, не хочу, буду, не буду, он эмоциональный, он внутри нас, он может чего-то бояться, он может хотеть показаться кому-то чересчур хорошим. Он склонен к творчеству, игре. И он часто тоже проявляется у нас. Очень часто встречающаяся модель, вот эта транзакция, родители, ребенок. И руководители зачастую сами выбирают такую модель поведения. Они говорят, что сотрудники должны делать, не должны, не рационализируя это. Принимают решения всегда сами. Только дают задачи выполнять сотрудника, не говоря зачем. И в такой модели, с одной стороны, удобно, можно получать быстрый результат и все контролировать постоянно. С другой стороны, ответственность вся на руководителя. На удаленке имеет смысл работать только со взрослыми. Еще в постоянном синхронизированном взаимодействии, когда вы находитеся в одном офисе, ну как-то легче отслеживать, что делают или не делают сотрудники. На удаленке вы не видите сотрудников. И просто оставаться в позиции родителя, приказывая им что-то делать или не делать, становится максимально сложным. Важно выстраивать взаимодействие взрослые-взрослые. Резюмируя. Доминирующим, что делать лидеру для того, чтобы воспитывать внутреннюю ответственность сотрудники? Доминирующим для руководителя должно быть эгосостояние. Вот я здесь из позиции родителя такой посыл. Должно быть эгосостояние взрослых, немного рационализируя. Тогда он просто легче будет выстраивать коммуникацию. Руководителю важно обладать навыками общения взрослых-взрослых. Рационализировать. Не убирать какие-то оценочные суждения по отношению к коллегам, к сотрудникам. А также задавать вопросы, когда это нужно, которые помогут принимать ответственность сотрудникам, в том числе и на себя. И это еще поможет вам в выстраивании доверительных отношений. Что такое доверие в условиях, когда мы говорим про команду? То есть, когда мы говорим про команду, доверие – это эмоции, чувства безопасности и защищенности. А недоверие – это в противоположность чувства страха и опасности. То есть, я доверяю команде, коллегам, руководителям тогда, когда я готов высказывать, в том числе, непопулярные вещи. Давать кому-то обратную связь, если это нужно. Я не боюсь этого делать. Я не думаю, что за этим последуют какие-то выводы. Я не думаю, что меня не поймут. Я не думаю, что сразу возникнет острый конфликт, в котором придется ругаться. Я считаю, что я смогу это сделать конструктивно, и мы договоримся. Если я так не считаю, то доверия нет. Если мы находимся в позиции взрослой, то мы принимаем рациональные решения. Я понимаю, что сейчас коммуникация с коллегой нарушена. Я ему меньше доверяю по одному из аспектов. Мне нужно подойти с ним и поговорить. Это лучшее решение проблемы. Есть четыре аспекта, по которым мы принимаем решения. Компетентность. То есть мы доверяем ли с точки зрения экспертизы? Доверяем ли человеку как эксперту? Ну, то есть сделает он свою работу или не сделает хорошо. Надежность. Делает ли он свою работу в срок? Выполнит ли он договоренность или не выполнит? Если мы считаем, что он не выполнит, то, конечно, мы ему не доверяем в этом плане. Искренность. Говорит ли он то, что он думает? Либо мы считаем, что есть какое-то двойное дно. И намерение. Направлено ли его намерение на достижение нашего общего результата? Либо фокус больше на своих каких-то приоритетах? Вот всегда мы оцениваем людей по этим четырем аспектам и принимаем решение, доверять им или не доверять. Если мы понимаем, что мы им по какому-то аспекту не доверяем, самый лучший способ – это восстановить доверие и поговорить по проблемному аспекту. Вот вы видите перед собой алгоритм, как можно легко наладить доверие. Просто поговорить об этом с человеком. Отметить факт, да, того, что произошло, конкретный факт, без оценочных суждений. Отметить свои эмоции, чтобы, знаете, наладить конструктив и чтобы это не вывалилось в конфликт. Поговорить про свои эмоции, применить этот эмоциональный интеллект. Предложить разобраться с этим. И опять-таки во взрослой позиции не просто сказать, что должен или не должен делать сотрудник, коллега, а спросить, как он видит эту ситуацию. И вместе с ним принять решение, как дальше вам в этом работать. Что вы, исходя из этого, как лидер, можете организовывать в своей работе? Мы организуем процедуру, которая называется «горячий стул». Процедура эта заключается в коллективной подаче друг к другу обратной связи. То есть мы выделяем на сессии определенное время для того, чтобы люди смогли сами себя проанализировать, поделиться своим мнением о себе, чем они усиляют, чем они ослабляют команду. И чтобы другие сотрудники могли каждому дать обратную связь. Какие здесь есть нюансы? Первое. Докручивайте конкретику в формулировках. Когда отдают сотрудники друг другу обратную связь, важно всегда рационализировать. Находиться постоянно в позиции взрослой и отслеживать транзакции, посылы от родителей, от детей. Всегда рационализировать, задавать вопросы, если кто-то дает обратную связь, как это влияет на результаты нашей команды. Если никак не влияет, убираем, не заносим. Это только будет провоцировать конфликт. Если есть связка с результатом, окей. Если нет, то нет. И человек, у него есть право, самое главное, который стоит на горячем стуле сейчас, сидит, стоит около него. У него есть право не брать это обязательство. Он может ответить, он может аргументировать и не брать это обязательство. У него есть такое право. И еще желательно руководителю первому выступать со своей обратной связью. Таким образом происходит легализация своеобразная уязвимости, потому что самый здесь важный барьер – это пройти вот эту боязнь уязвимости. Если коллеги, подчиненные увидят то, что даже руководитель не боится быть уязвимым и готов к обратной связи, им легче друг другу, конечно, будет давать обратную связь. Когда мы даем друг другу обратную связь, мы, конечно, занимаемся профилактикой конфликтов. То есть даже не профилактикой, а в том числе скрытием конфликтов. Если они есть, если вы о них вдруг не знали. Либо вы знали, но это будет хорошей почвой для того, чтобы поговорить об этом. Сложнее отследить конфликты, когда вы находитесь на удаленке. Меньше люди взаимодействуют с друг другом, меньше точек соприкосновения и меньше возможности вот этой вот бифуркации, достижения точки бифуркации, когда все, конфликт стал открытым, деваться уже некуда, нужно его разбирать. Так вот, что вы можете делать как лидер для того, чтобы снижать уровень конфликтов? Не замалчивать их, не делать так, чтобы они были невидимыми, а действительно создавать конструктивную почву для конструктивного общения между коллегами. Первое. Создание ясности. Важно всегда держать руку на пульсе и отвечать сотрудникам на вопросы, куда мы идем, зачем мы идем, что нужно сделать, как это мы делаем, почему сейчас мы это делаем. Краткость. Враг удаленки. Если вы что-то не сказали, коллеги получат на этот ответ и вопрос. Но, как правило, они получают ответы на эти вопросы, достраивая картинку из своих каких-то суждений. Формирование общих правил. Вот мы тоже это делаем на сессиях. Мы формируем правила, в том числе и взаимно ответственного поведения. То есть договоритесь о том, какие есть нормы поведения в вашей команде. Что вы делаете, чего не делаете, как вы приходите на встречи, как вы даете обратную связь и так далее. Правил, что вы делаете, когда возникает проблема. Правил может быть масса. Важно, конечно, формировать эти правила из позиции взрослого. Третье. Прояснение личных командных ценностей, которые стоят за целью. Если мы сформулировали цель, этого не всегда достаточно. Важно поговорить о том, какие есть зачем в целом для команды и для каждого из сотрудников. Они часто пересекаются с ценностями. Какие ценности есть актуальны сейчас для коллег. Для кого-то это может быть карьерный рост. Для кого-то это может быть премия. Если ценности разные и они не проговорены, то может быть конфликт. Мы не понимаем друг друга. Мы не понимаем, у кого какие ценности. Мы не понимаем наши общие ценности. Может быть конфликт. Тоже обсуждайте, какие ценности есть в команде у каждого члена команды. И в целом здесь совпадение. Сформируйте список ваших ценностей командных, которые стоят за целью. И четвертый пункт – формирование доверительной атмосферы. С одной стороны, формирование доверительной атмосферы, вам ее формировать поможет подача обратной связи, а понимание особенностей личности друг друга. Что мы делаем для этого Beeline? С прошлого года мы начали проводить тренинги по модели Proc-Communication Model. Это научно обоснованная модель, позволяющая наладить конструктивное общение и повысить свою эффективность. То есть в рамках этой модели люди начинают понимать лучше себя и понимать лучше других. И, соответственно, за счет этого им меньше происходит деструктивных конфликтов, которые основаны на каких-то личностных характеристиках. То есть в рамках этой модели выделяются шесть типов личностей, которые могут у нас проявляться, и шесть фильтров восприятия. Это мечтатель, это тот тип личности, который больше про воображение, который больше про помечтать, подумать, что-то создать, про креатив. Деятель красный, он про действия. Он всегда говорит, кому что делать, сам ждет, чтобы перешли уже к действиям, когда ему ставят задачу. Он способен очаровывать людей, он способен вдохновлять людей на какие-то достижения. Душевный, вот он про чувства. Он про эмоции, он любит поговорить про эмоции, он любит, когда к нему обращаются через эмоции, когда говорят про эмоции применительно к нему. Логик, он про факты, про цифры, про анализ. Он любит подумать, так и говорит, давайте подумаем, давайте поразмышляем. Он не привык переходить сразу к действию, ему нужно сначала ситуацию проанализировать. И, соответственно, он ждет к себе такого обращения или предложения, например, подумать. И любит вместе с кем-нибудь о чем-нибудь поразмышлять, поанализировать. Упорный, это про принципы. Про принципы, про убеждения, про правила. Так правильно, а так нет. Так должно быть, а так нет. Бунтарь. Это про люблю-ненавижу, про юмор. Знаете, вот люди, которые на встречу любят постоянно пошутить, подцепить кого-нибудь. Им важны эмоции, им важны эмоции, им важны реакции какие-то автоматические. Им важна такая вот радость вообще, либо наоборот какой-то гнев правильный. Мощная модель, она у нас сейчас очень популярна. С помощью нее вы, как руководитель, можете понимать, как взаимодействовать с людьми. Признаки скрытого конфликта. То есть, когда вроде бы все нормально, но как определить скрытый конфликт? Три пункта я вот здесь выделяю. Первый. Неожиданно упали результаты отдела и сотрудника. Равнодушие к результатам. Ну, сотрудник у отдела. Знаете, люди раньше были настроены выполнять больше даже, чем нужно. А сейчас, ну ок. Задумайтесь, поговорите с тем, у кого видите это равнодушие. Но опять-таки с позиции взрослого, задавая вопросы и так далее. Пассивность при обсуждении важных вопросов, принятия решений. Как работать с конфликтами? Первое. Определить суть конфликта важный. То есть, в чем суть конфликта? Вокруг чего он крутится? Выяснить потребности и намерения участников. Спросить, а что ты хочешь, исходя из этого? Как ты видишь ситуацию? Какие у тебя есть вопросы к другому коллеге? Пусть они их сформулируют. Пусть они предложат решение, как они видят выход из этой ситуации. А именно, что они готовы сделать для решения этого вопроса. И достигнете соглашения. Выберите те действия, которые... Прям спросите их, какие действия максимально приблизятся к решению конфликта и к достижению результата. Пусть они выберут и руководствуются этими решениями, этими договоренностями. Про ритм встреч. Что важно соблюдать, в том числе и руководителю, проводя встречи онлайн. Ключевое отличие очных встреч в переговорной от встреч в том же самом Zoom, в том, что мы видим невербальное поведение, когда собрались в одной аудитории. И мы можем реагировать не только на слова, но и на то, что делают люди во время этого. И здесь, если мы не видим даже мимики, даже каких-то жестов, конечно, нам становится труднее. Коммуникация затрудняется. И это влияет напрямую на качество проведения встреч, на результат встреч. Что делать? Ну, такое директивное правило может быть. Каждый встреч камера он. И чеки на начале встречи. Раскрепощайте, разогревайте людей в начале встречи. Цель проинформировать. Я вообще предлагаю цель проинформировать и встреч убирать. Но если только не нужно воодушевить, знаете, то есть мотивационную речь произнести, продать что-то. Если просто информация, которую нужно принять к сведению, высылайте всю ее до встречи. Все это в офлайн. Пусть люди с ними ознакомятся. Ставьте задачу, чтобы они ознакомились, проанализировали информацию и были готовы уже к встрече. А на встрече только обсуждение и принятие решения. То есть посвящайте именно диалогу встречи. Есть уже исследование, которое показывает, что внимание в очной встрече, оно примерно 45 минут у человека может быть. На удаленке 20 минут. Ну, вот какой-то информации. Поэтому, коллеги, всю информацию в офлайн. Ну, еще. Календарь регулярных встреч организовывайте. Это формирует толерантность к встречам. Отделяйте планерки, как дела и по рабочим вопросам. Вначале, конечно, можно поговорить, чтобы растопить лед, про как дела. Но в целом можно создавать отдельные встречи, чтобы поговорить про как дела. Это создает, опять-таки, чувство причастности к тому, что происходит. Это создает доверительные отношения в коллективе. Итак, резюмируя, коллеги, инструменты лидера на удаленке. Делаем фокус на взаимноответственности, доверия, решении конфликтов и ритмах встреч. Взаимноответственность – это принцип взрослой-взрослой. Доверие, повышение доверия через обратную связь. Разрешение, профилактика плюс медиация. Ну, и перечень рекомендаций по тому, как организовывать ритм встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова